Меньше, блин, сори. Я что-то пошутила, забыла шутку убрать. А, фак, а где-нибудь та? Наверное. Есть такая же налюк в Мэйне? Ну вот, что вы думаете про эти подношения? Получается, если я вижу, что маньяк разыграл что-то в закрытую... Блин, как темно. Сейчас я геймот поставлю. То я пойду проверю хижину и мэйн. Причем заранее. Сейчас, ребята, я себе яркости накручу. Так. Что-то как-то геймот не очень помог, если честно. Все еще ничего не вижу. Про эту карту я слышала, что она абсолютно статичная. И там все каждый раз спавнится на одних и тех же местах. А, тут тупичок, да? Но я на ней бывала всего несколько раз. Сирена салент-хильная. Поэтому я толком не знаю, что, где находится. Я скорее... Турист на этой карте. Знаете, что я сегодня утром почувствовала, когда проснулась после вчерашней поездки на дачу? О, меня тут вообще не видно. Нормально. Верни институт на весь экран. Хотлайн. Придется подписаться так. Пойду помогу другу. Надеюсь, у него нет разлада. Блин, ну, дружище, ну... Уди в туман. Ой, ладно, иди в жопу. Что я говорила? А, так вот, знаете, что я поняла, проснувшись утром? Что я вовсе не отдохнула вчера, а ужасно устала. Потому что я в сумму привела где-то часов пять за рулем. Это не считая утренних поездок до отправления на дачу. Проснулась, отколупывала себя сегодня от кровати. Я еще на ночь смотрела сериал. Я на него совершенно случайно наткнулась на кинопоиски. Блин, как он называется? Он мне еще в сториз попал. Ну, название такое, знаете, неказисто, совершенно незапоминающееся. То есть, когда тебя спросят, тебе такой сериал на ум не придет. Блин, как же он назывался? Сейчас будет спокойный момент. Я пойду на кинопоиски гляну, как сериал назывался. Потому что у меня страничка должна быть открыта. Да не Барбоскины, ребята, не Воронины, не Сваты. Нет, это смотрите. Давайте, возможно, кто-то из вас смотрел. Точно, стопудово кто-то смотрел. По первой серии вы все поймете. Это страшный сериал. В нем каждая серия приурочена к какому-то празднику. И в первой серии... А что произошло? Маньяк отключился? Не, ну мне кажется, это... Мне кажется, эту ставку нужно не засчитывать, потому что что-то просто произошло. Это будет обидно тем, кто ставил на то, что я умру. И не сбежала, и не не сбежала. Короче, ваша ставка будет активна на следующую партию. Вот так поступим. Так вот. Мне так даже интереснее будет, чтобы вы угадали, не глядя. Хороший план такой. Пока у меня ищется игра, я заряжаю телефон. Так. Секунду. Вакцинировался. А теперь насмотрелся всяких теорий заговора, связанных с вакцинацией, и стало как-то жутко. Джессу, спасибо большое за донат. Ну, мой совет... Не смотри эти теории. Я когда весной сделала прививку, и в инсте об этом рассказала... Поверь, я столько теорий получила в свой директ. И теории обвинений, и дерьма просто ушат. И чего я только в свой директ не получила тогда. Ух. Просто думай своей головой. И опирайся на научный материал. Вот так. Давай так просто. Договоримся. Спасибо за донат. Так вот, про сериал. Сейчас я поставлю себе что-нибудь. Ты любишь, ты любишь... Так. Давай вот этот возьмем. Короче, сериал. В нем каждая серия приурочена к какому-либо празднику. В первой серии речь идет о Хэллоуине. Мы видим киллера, который убил некого человека. И сидит, ест торт... Не торт. Ест сыр с личинками. Который этот человек себе заказывал. Он упаковывает мертвеца в скотч. Закручивает в пленку. И сам, одетый в красивый костюм, идет с этим трупом по улице. Там он встречает ребят, которые веселятся, празднуют Хэллоуин. И ребятам очень нравится его костюм. Они решают, что этот труп часть его костюма. И зовут его с собой на вечеринку. И вот тут все начинает идти не так. Потому что ему приходится с ними отправиться. Так как ему нужен транспорт. А колеса на его тачке проколоты. Навстречу тьме. Вот, да, да, да. Он, Вишнюля. Хорош, вспомнил. Хорош, хорош. В общем, это очень прикольный сериал. Единственная проблема которого в том, что серии там гига длинные. Серии по час двадцать. И ты где-то минут сорок смотришь в захлеб. А потом ты уже вот так вот. Блин, ребят, зачем затягивать? Ну, пожалуйста, давайте уже завершите. Реально, там суперинтересная завязка в каждой серии. А потом дикая пробуксовка идет. И если вот минут сорок первой серии я вообще не отрывалась, ни на что не отвлекалась. Да вы прикалываетесь, что ли? Опять Мидвич? Как здесь карты рандомятся? Так же, как импостер в Among'е? А потом уже начала заглядывать в телефон. Это всегда верный знак. Батон, приветы. Вот, я на ночь вчера посмотрела две серии и начала третью. И обе серии интересны где-то на две трети. А потом про... Ребят, что слоняемся? Про буксовка и достаточно предсказуемый финал. Ну, ладно, в первой серии был непредсказуемый. Меня слышится или это Рин? О, прикольно. Хорошее место для пряток. Ни за что не найдешь. А если не найдешь, то я умру. Звучит как угроза. Боже, я просто слоняюсь по карте в поиске генератора. Ура, я нашла генератор. Я больше не слоняюсь. А что за Доки Доки плюс? Что там такое? А Витлер? Это усовершенствованные Доки Доки или это какое-то продолжение? Ящики просто обалденные, ребят. Репарирован. Нифига себе, привет самым и нормальным людям. Смотрите, как Хикориус байтит на подарочную сапку. А что у нас за маньяк, если человек уже лег? Сериал «На встречу тьме» называется. Он прикольный, я советую. О, там взрывают генщики. ТТМ рубит. Висит. Она сюда пылесосит? Нет, не сюда. Нормально, работаем. Я поняла. Блин, наверное, лучше я этого сниму. А где тут путь наверх? Блин. А вот он, да? Это она мой генератор сломала, пошла. И... Нет, не и еще. Эм... Окей... Ладно. Хорошо. Дина, можешь посоветовать прям дико крутой сериал, который тебя вдохновил. Дина, блин, трейла, а то не знаю, что посмотреть. Вдохновил? Ммм... Мне на ум не приходят сериалы, которые меня именно вдохновили. Но, да, 4%. Просто у тебя на глазах он слезает. Представляете лицо человека, который бежал его снимать? Такой кик, вы это мои блатпоинты. Но в свое время меня очень сильно зацепил сериал «Мост». Который оригинал. Датско-шведский. Захлеб его смотрела. Тебе он подойдет, особенно если ты любишь... ...всякие скандинавские штуки. А есть-то что-нибудь? Ой. Потому что там своя вот эта атмосфера. Извините, ребят, я на этой карте без понятия вообще, куда бежать и что делать. Я даже не понимаю, где проходы. И, наверное, аура моих соратников меня даже путает здесь. Ну, это из разряда нужно выучить. То есть я просто мыкаюсь. А чего ты бежишь? Против Рины и так-то играть не сахар, а тут еще эта карта. Запонка, кто тебя выгоняет? Сейчас мы разберемся с ними. Ребят, у меня очень важная миссия. Усовершенствованы Доки Доки Доки. Там дополнительные истории и немного переделанный геймплей. Не знаю, вот если бы было продолжение. Ну, кстати. Доки Доки была весьма себе ничего такая. Ребят, у нас в починочной большие проблемы. Потому что ваш стример без понятия, как здесь подниматься наверх. Я не знаю, где лестницы. Ну, по идее, ты заходишь в школу, и у тебя фоя должны быть лестницы. А тут у тебя фоя ворота. Вот, одну нашла лестницу. Спасибо. Почему? Что такое? Знаете, что это может быть? Это не он перестает меня лечить, а у меня немножко сосок западает. И из-за этого мой персонаж чуть-чуть начинает двигаться. Вот что это может быть. Кстати, Штрудель не поблагодарила за донат. Спасибо большое. Так вот, да, по поводу моста. Что еще такое есть, что прямо оставило во мне след? Ну, опять же, блин. Сериалы, как и фильмы, как и книги. Это что-то, что пробирает тебя в определенный момент времени. В моменте, здесь и сейчас. Прочитано. Со временем-то меняется то, что вызывает в тебе отклик? Какое продолжение? Да, вот таки-таки. Моника. Моника здесь. Дина, не стоит нам рассказывать о каком? О каком? Это ты про что? Подожди. Погоди, о каком? О чем не стоит рассказывать? Ребята, я в этой партии вообще ничего не сделала. Пипец. Это тут самый бесполезный тиммейт. А, за бодающих сосках. Блин, ну вы чего? Я про джойстик. Может, полечимся? Гу, полечимся к нему суперсейвову. Например, что думаешь? Проходик прямо. Че, ка сейчас вместе попадемся? Посмотрим. Так, дедуль, держись. Маньяк Рин. Чипин, чипин. А я здоровая? Нет, я больная. А почему я здоровая? А меня вылечили? А, меня дед вылечил. Есть кто-то тоже, кто пришел? Ой. Я думаю, что за школьница? А это Рин. Я серьезно не сразу сообразила, что это наш маньяк. Вот честно, без шуток. Я подумала, это выживший. Блин, она что, увела обоих? Нет, дедуль, пожалуйста, не умирай. Дедуль, нет. Дедуля, нет. Ну, е-мое. Да че, ну, блин. Да, чувак, я думала, ты его снимешь. Блин, ты, может быть, тут еще квартиру снимешь рядом с дедом, Рин? Ну, что такое? Реально, блин. Рин, черный риэлтор. Деда убил, чтобы хату отжать. Где тут генератор был? На воле где-то. Ребята, я вообще без понятия, что тут и где тут. Все, сажусь чинить, что нашла. Почему ты, говоришь, просто ищи генератор лол? Я выражаю свои эмоции. Чего я не буду это сделать? На своем стриме, во время своей игры. Бармалей. Бармалей. Спасибо большое. Четыре месяца с нами. Чат покурячьте. Зумбур, привет. Чш, ребята. Скрыто. Не найти меня. У меня тут нет. Не а. Почему ты играешь на английской? Версии. Я играю... Ну, с английской. Я играю с немецкой. Потому что нас на русском глючило. И мне посоветовали ребята в чате поменять язык. Я воспользовалась советом. Смотри, вот так нужно было сделать с дедом. Человека из шкафа достали, да? А, это был последний? Окей. Я не против. Абсолютно скрыто и незаметно. Как ты думаешь, такие курсы, как Geekbrain, смогут действительно помочь с начинанием в Этсфере? Я думаю, что как раз-таки курсы по программированию, например, если мы говорим об этой части IT, это самые действенные курсы. Более действенные, чем, например, по чему-то менее прикладному. Блин, все работают пипец прям. Ё-моё. А я ни разу не была на крюке, ничего не починила. От маньяка не бегала, просто ныкаюсь по углам. Света, спасибо большое за донат. Сейчас разовью мысль. Смотри. Чтобы попасть в Этсферу, ты можешь как самостоятельно чего-то там наковырять, да? Выучить. Что вполне тоже супер возможно. Абсолютно возможно. Сейчас, ребят. На бесплатной основе. Но для этого тебе понадобится самодисциплина, как минимум. С курсами, конечно, тоже, но там все-таки проще, потому что есть определенная программа, ты исследуешь. И тебе говорят, что делать. У тебя перед глазами всегда следующий шаг есть. Ё-моё. Сейчас. Хожу по лезвию. Сначала у одного сняла хату, теперь у другого. А, у меня часов нет, да? Тогда прикрываю тебя, чувак. Что делать? Ой, блин, тут ничего нет. Нет. Как она? Ну, я не знаю, куда здесь бегут инструкторы. Могла его продать и дождаться Люка. Почему черный экран? Марс. Попробуем на весь страничку. Все в порядке должно быть. А, стоп! Куда я ползу? У меня же дед. У меня же дедова голова. Куда я ползу? Давай, 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 давай. Привет, Струк. Так вот, я думаю, что с помощью курсов впоследствии попасть в IT, это очень даже действенный хороший вариант. Все, Бобе. Уйди, уйди! Нет, нет, я тут бегу. Отстань от меня, пожалуйста! Да ну вот встань! Не, ну серьезно, ну вот вали! Ну блин! Да, я начинала с права. Ну смотрите, если решили так тестирование, то тут, я думаю, можно и без курса просто самостоятельно обучиться. Самостоятельный материал. И найти, и изучить. С программированием, возможно, вам будет проще с курсами. Но опять же, я, например, не думаю, что стоит ждать трудоустройства от компании, которая курсы делает. Вы просто их прошли, получили знания, и потом уже пробуете устроиться на какую-нибудь стажерскую должность. Блин, я рукой больно ударилась об стол. Дина, чтобы работать в IT, нужно знать математику на отличном уровне? Нет? Нет? Не нужно. Не нужно. Вообще, почему-то у многих представление, что... Нифига себе, я капры получила за то, что ничего не сделала в этой партии. А, там еще и наедик был припасен. А, и разлад тоже был. Угу. И чили. Угу. Угу. И при этом всем она тусовалась у... Крюка? Это не делает ей чести. Так вот, у многих представление, что в IT могут попасть только 10 хэды какие-нибудь. И вообще это какой-то rocket science. Нет, это не так. Просто берешь, изучаешь материал. Не ленишься. Света Чипа, напиши в чатике, ты в какую именно подсферу хочешь. IT. Просто это так всегда звучит, да? В IT. Так там же много подразделений. Что именно интересует? Ну, курсов по программированию точно очень много. Прям выше крыши. И у нас на канале тоже... Даже несколько уже партнеров было от разных курсов. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чат, кто-то из вас проходил курсы программирования? Geekbrains или Skillbox? Geekbrains или HTML-академия? Та-ра-та-та-та. Связанную с финансовой аналитикой? То есть ты именно в аналитику хочешь, да? Ну, на мой взгляд, все-таки в аналитику лучше заходить не с нуля, скажем так, а сначала с другой стороны, а потом уже переквалифицироваться в аналитику. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, чего, у меня сейчас отключил джойстик. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Проходил интерактивные курсы. Мне кажется, в них больше толку. Капитан, интерактивные... Что ты подразумеваешь в интерактивности? Я без курсов от этих сайтов выучил. Вот. Мою контрю самостоятельно выучил. Какой язык у тебя? Кучат, Кудина. Привет, мастерин. Блин, я так больно ударилась. По составу это кваде, сегодня он собирал. Пипец, блин. Все, я больше не злодействую за столом. Проходил мимо кабинета в школе IT. Пять лет в институте. Эксквик. Ну и как, что скажешь по поводу IT-шного обучения в универе? А-а-а! Больно, больно, больно. Очень болит, очень болит. Потом, попозже вам расскажу. Сейчас, пока не хочется об этом говорить. Бесит. Знаете, когда происходит что-нибудь, что тебя так бесит, и ты раздосадована из-за этого, что даже говорить лишний раз об этом не хочешь? У меня сейчас с пальцем такое. Мастерин на питоне. Финансовая аналитика, главное, далеко не программирование и прочие скиллы в IT. Фиделя, ты считаешь, что там не нужно с другой стороны посмотреть? Скажем так. Спасибо за битсюли. Дорогая, подари, пожалуйста, сапочку. Милому мальчику буду очень благодарен. А это про кого счастливчик? А кто в чате, милый мальчик? Диплом бакалавра экономики и направления финансов и кредит. Так, я думаю, в какую сферу IT можно податься? Да в какую хочешь, Аделуна. На самом деле, неважно, какие у вас там дипломы и что. Вы можете податься в ту сферу, в которую захотите. Просто, ну, выучив какой-то базис. Получив знания и умения в этом базисе. Правда. Просто многие почему-то представляют, что если ты получил образование А, то ты совершенно больше не можешь заниматься в сфере Б. Никоим образом. У меня есть знакомые, которые хотели бы быть врачом, но такие, нет, уже поздно. У меня уже другое образование. А идти учиться на врача это долго и вообще поздно. Я, конечно, об этом мечтаю, но нет. Уже ничего не получится точно. И все. И ставят крест на своем большом желании. С нулем знаний войти можно ли освоить профессию на таких курсах? Я думаю, да. Ну, начальную. Ты не ожидаешь, что ты там синьором выйдешь после курса? А до начального уровня, я уверена, что очень и очень возможно. А, у меня джойсика включена. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ай, блин, у меня рука теперь болит. Это что такое? Я надеюсь, я там ничего не сломала. Гаврик зашло. Джойстик подключала. Атмосферная. Спасибо. Мне очень нравится болтать с вами во время игр в ДБД. За выжившего ты можешь и одновременно выполнять задачи. Сколько секунд от начала партии прошло? И болтать. Привет, технолог. Бомбила ставит на меня. Ух, сейчас он по чили придет сюда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Волглок. Здравствуйте. Вообще, ребята, если вы учитесь в универе найти, то я бы вам советовала в параллели уже найти какое-нибудь стажерское местечко из разряда на N часов в неделю. С неполной рабочей занавесом, занятостью. Вообще, вам, кстати, еще инфидель по всяким рабочим вопросикам может посоветовать наш зритель в чатике. И более того, он-то практикующий, скажем так. А он со стороны руководителя вам может посоветовать. Какого уровня эта удача? Ты что, за мной будешь бежать все это время, да? А, он будет за мной бежать. Ну, вот какой уровень удачи у меня? Скажите, пожалуйста. Ай, почему застряла в камнях? Я поняла его. Миллион. Дружище, только не снимай. Вадим, привет. Котлетка, привет. Потому что на джойстике. Джойстик наше все. Привет, Леонид. Посоветуйте, кстати, стиль игры против Легиона. Вроде как против нее должно быть не сложно. Я как раз обучаюсь в финансовой сфере, а в дальнейшем либо в магистратуре, либо с курсами совместить это с программированием. Угу. Угу. Ау. Ситуация так себе, Света. Спасибо большое за донатом. Воздрон еще на пятый месяц рисаивается. Спасибо большое, Воздрон. Так вот. Я бы вам, ребята, честно советовала совмещать учебу с... Может быть, все-таки перестать чинить в такой момент? Нет? Шайнинг Кодор. Вот, с нами Кодор, кстати. Партия. Не, ну я, конечно, не эксперт, но, возможно, это тот самый момент, когда стоит перестать чинить генератор. А, окей. Окей. Проект показывает, что финансовая аналитика гораздо проще обучить IT-скиллам, чем айтишника. Хотя бы удовлетворительным уровнем скиллов финансовой аналитики. Вот, как считает Фидель. Ребята. Так что... Он считает, например, что можно сразу. Что там висишь? Да так. Крюки протираю. Я уже в начале второго курса начал работать на профессии программиста. Пока работал, за год выучил больше, чем сейчас в универе учат. Угу. И только в универ не хожу, работаю и только экзамены сдаю. Вот-вот, да-да-да. У меня среди знакомых тоже куча таких историй. На практике ты узнаешь гораздо больше, чем из теории в универе. Сюда минус капля. А, ну так там два человека только что скачали игру. Привет, вечер. Да-да-да, смазываю реально. Смазываю крюк. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- вы к выпуску уже будете будете не джуном и уж тем более не стажером вы уже будете карьеру строить к выпуску из универа главное чтобы вам сфера была интересна тут 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 а знаете что я хотела же качать свою эту шарил я пока покачаю но к игроком по настроению когда отдохнувшую когда я не в ресурсе то и не люблю игроком то что там требуется анализ и внимания в действие других игроков фига себе шарик сразу спринт нарядно мой тортик батька кто на мафии а сегодня вадя собирал поэтому этот вопрос лучше задать ему сострадание кстати очень долго я бегала с этим берку нет спасибо от придется да что там опять с продуктами происходит такое ребят у нас проблема я не изменила персонажа ух дорог господство может быть будет может быть будет ну что ребят надо сосредоточиться у меня были на ней вообще какие-то перки выставлены рокси по бункеру скучаешь на хардкорчик да я не сменила персонажа я сидела качала шерилл и не сменила на свою кладет еще для программиста учите английский хотя бы до хорошего уровня b1 ну я бы добавила что английский вам в принципе не помешает в любых сферах и в целом по жизни а так ну для программиста для любого человека из айти это всегда плюс английский всегда будет плюсом но при этом без английского тоже может спокойно работать но лишние плюсы вам не помешают ребята какой кайф смотреть сериалы и фильмы на английском когда ты сможешь это легко воспринимать да ты и риты интенд интенты интенты интент инт��은 интен ты интен тен интick но я сейчас вспоминаю на самом деле я даже в находясь на пике своей английской формы Dash Но я сейчас вспоминаю на самом деле я даже в входясь на пике своей английской формы все равно rocketing уже ранее посмотренные сериалы. Например, я Декста рассмотрела. А, понятно. Опять Легион, да? Это тоже самый Легион, верно понимаю, нет? Он сейчас будет нам удары наносить. Давай скорее. У него должна пройти штука. Слетай, 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 слетай. Тут есть что? Ой, надо было прыгнуть в окошко. Блин. Да блин, а чего у него? А, это обычный удар, ладно. Блин! Я застряла. О, нет, она сейчас меня догонит. Что-то у меня сегодня вообще не идет. Нет, у меня сегодня вообще не идет. Что говорила? А, так вот, я пересматривала уже ранее просмотренные сериалы. Декста все ненавидит Криса, друзей, как я встретила вашу маму на английском. Когда пересматриваешь, у тебя отсутствует тревожность, что ты не поймешь канву сюжета. Вот, наверное, почему мне нравилось именно пересматривать. А, после промаха слетает погоня? Ага, окей, хоропа. Привет, Скарлар. Блин, Скарлар, мне очень плохо видно и темно-синие Ники. Вот, упс, Натали, твой мне тоже очень плохо видно. Привет, кстати. Сирена, здрасте. Да, без перков. На скиле. У меня сегодня не очень идет. Так что советую оставить на красное. Я вот в Англии учусь на тренеры и в футбольной академии играю. Нифига себе, белка. Честно? Я, например, балдею от дизайна. Знаю фотошоп и адобе, что пригодится. Например, в веб-дизайне. Главное, интерес и мотивация. Это правда. Полечить прям тут? Нет, плохая идея. Да, давай побежим лучше куда-нибудь. А, ну нет, он меня затунелит просто. Он не оставит меня. Я типа спрыгнула. Привет, Дина. Можно ли попасть к Тейнашоу какой-нибудь? Я тоже смер. Ссылка удалена. Юджин, можно на кастинг стримлава, например? Следующий кастинг для парней на стримлав будет в августе. Следи за анонсами. Вот. Спасибо большое за донат. Да, Штрудель, я с тобой согласна. Когда ты горишь делом, тебе гораздо проще изучать материал по этому делу. Ты прям весь в огне и поглощаешь информацию. А если практическая часть присутствует, то ты и запоминаешь гораздо лучше. Потому что тут же применяешь. Спасибо большое за Штрудель и Юджин за донаты. Мы так скоро на маньяка наберем. Сколько каток выжило? Ни одной. Привет, Станислав. Ой, ладно, ложная тревога. Блин, порчу бы еще поломать. Они все время откатываются. Много ли я книг прочла? А что значит много? Ну, на мой взгляд, я прочла совсем немного книг. Для кого-то это покажется большим количеством. Я никогда не считала, сколько я тут читаю. Не знаю, ребят, я вообще не очень про количество, если честно. Я скорее про качество. Во всем к этому стремлюсь. Я имею в виду качественные показатели. Тут важнее не сколько ты прочел, а какой эффект, какое влияние они на тебя произвели. В чем они помогли тебе? Как они сделали жизнь твою интереснее? А вы что думаете на этот счет, ребят? Жанры, опять же, это все зависит от момента эпизода твоего жизненного. Я, например, раньше вообще не читала не художественную литературу. А тут мне стало интересно попробовать. В том числе и потому, что у меня многие подписчики в директ на вопрос о совете подобной книги для другого моего подписчика накидали названий. И я решила попробовать. И в принципе пошло очень неплохо. Книги не художественного формата у меня, например, легко заходят в формате аудио. Вот художку я с трудом слушаю в аудио, потому что там очень много визуала. Знаете, книжный визуал, когда... Сейчас, сейчас я какой-нибудь пример вам приведу. Когда идет сильная писательная часть, и плюс, например, несколько еще персонажей задействованы, а читает это все один человек, тебе нужно сильно сосредотачиваться, чтобы это все представить у себя в голове, визуализировать. И когда читаешь текст по книге по бумажной или телефону электронную, то там это сделать легко. А когда ты слушаешь в формате аудио, еще параллельно с этим чем-то занимаешься, потому что я именно так аудио слушаю, здесь это сделать сложнее. Ты просто не прорисуешь себе все важное. А вне художки там чисто факты тебе излагаются. Так, у нас два гена осталось. Блин, у меня бы ящик может подлататься бы как-то. Так, стоп, я вижу легиона. Там хили-били, что ли, за окном? Сори, ребят, сейчас пока в чат не смотрю. Потею. Потею. Да, и штрудели, и Юджин. Спасибо вам за донаты. Благодарствую. Я надеюсь... Получается у меня содержательно отвечать на ваши вопросы, ребят. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Не сочтите мое предложение за наглость и неуважение. Но не хотели бы сами поучаствовать в веселом шоу. Николас. Спасибо большое за донат. Ну, тут, наверное, нужно узнать, что именно за шоу. Но... Великая вероятность, что я откажусь, потому что... Я сейчас... Потому что я сейчас... Стараюсь, скажем так, больше свободного времени своего посвящать себе. И каким-то собственным вещам. Где он? Ай, блин. Ну, зачем я пошла в контркарты? Я почему-то думала, что он слева. Далеко на вверхе в плане. О, порчи сломали. Блин, а в какую сторону он убежал? Ладно, пойду в домик. Лина, есть он тоже в домике? Сейчас я к ним прям в руки приду. Так, может тут починить? Слушайте, я... Я видела, что есть какой-то баг, что ты тут можешь... Можешь сквозь стену проходить. Ну, видимо, нет. Ну, блин, за шо? Давай, решай, за кем ты побежишь. А, да? Окей, ладно. Совершенно справедливо, я считаю. Дитвикс, ведущая. Да, я знаю, что когда агент починин откроется стена. Я просто видела в каком-то видосе, что есть баг. Когда здесь нет крюка, выживший может проходить через эту стенку. Хотела проверить. А, ученили. Ух! Наедик. Ух! Манилок. Она лагала, и чат посоветовал мне переключить язык. Поэтому сейчас не на русском. Плоусит, приветы. Ребята, мы хоть раз сегодня выживем, кроме той первой заглющей партии, а? Стоп, а мы еще не набрали случайно? А, нет, еще не набрали манерка. Так, ну что, ищем. Пожалуйста, напомните мне сейчас переключить вовремя на другого персонажа. Смурф, да, я буду везти на мафию. Ты-ты-ты-ты-рым-ты-рым-пы-рым-пы-рым-пы-рым-пы-рым. Опа, минус 300. Так, токи. Токи. Забалы канала активируют ворваться в блинный отряд. Ну что же, ловите вашу сапку. Поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Её не поднимают? Я её не нашла, они её тоже не могут найти, что ли? А, вот она. Спасибо большое, что показала, где она. Спасибо большое. С вами приятно иметь дело. Ребят. Как думаете, это подставные ребята из чата? Делают это ради ставки? Да, это я. Наступите в ловушечку. А то я как будто не трапер, даже неловко. О, я кушать захотела. Спасибо. Спасибо, это очень приятно. Это грубо, кстати, было. Ну ладно. Какой же ты бесстрашный. Тык. Лововка. Тык. Ещё одна. Привет, Эдуард. Лововка, лововка, лововка. Лововка. Ой. Плюс два камня. Угу. Тык-тырик-тырин-тырин-тырин-тырин-тырин. Тык-тырик-тырин-тырин. Это ты зря, Дэвид Как же он орешек разыграл Ух, подставил подругу Блин Почему ты не стал наступать туда? Я надеюсь, что он сейчас наступит А ты еще висишь, да? Подставил подружаю Блин, вот почему нужно всегда в разные стороны бежать Ну, а если вы не в партии То как вы договоритесь, кто в какую сторону, правильно? Ай-яй-яй Ну что ж, ты куда ж ты лезешь-то, малыха? Блин, почему она не наступает в эту ловушку? Ну, блин Время собирать грибы Сиванян, спасибо большое за подарок для кота Бадона Бабадон И у Геджампа 3 месяца Теперь уже можно глянуть Привет, кто присоединяется, ребят Поздравляю, кто ставил на 3-4 Собираем наши елочные игрушки Так А у нас еще где-то... Дэвид лежит, да? А где Дэвид был? Ребят Он сейчас в люк может сбежать А где был Дэвид? Тихо Тихо Тихо, я себе прибавила сильно звук О О Нормально Прибавление звука помогло И Готово Вдруг перед носом не заметила? Ну, бывает Потому что дальние подсвечиваются красными И они в первую очередь бросаются в глаза Так Что? Нифига, мы две капли получили А, наверное, потому что всех повесили Повесили по два раза Так, что ли? Получается так Нокфи, в смысле, что со стримом Так, ребят Мне интересно, кто ставил На 3-4 А он, кстати, 33% Так А чего у нас там интересно По сбору На мафию? Поздравляю, кто сейчас баллы получил Сейчас залезу В дискорд, чтобы понять Статус Сбора Почему играю на немецком? Захотелось Захотелось Ребята Очень много вопросов Где будет мафия Давайте я просто объясню В предыдущее время Я не стримила Мафию Играла То есть в мафию без стрима Только на стриме Вадима Потому что Вадим был в бане на ютубе И по правилам твича Я не могу на своем стриме Показывать Забаненного стримера Вот Поэтому Теперь Все будет как и раньше Мафию я стримлю У себя тоже До новых встреч До новых встреч До новых встреч